Сибирская Это одна из старейших и красивых улиц нашего города. Но по ней сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, и поэтому я сегодня покажу вам лишь часть улицы, а точнее расположенный рядом с ней бульвар Советской Армии. Это уникальное место нашего города, представляющее собой достаточно современный и озелененный сквер длиной 5 кварталов, в котором находится множество достопримечательностей и памятников разных поколений. Совсем недавно его кардинально перестроили, поэтому бульвар приобрел довольно привлекательный и уютный вид. Давайте пройдемся по его территории и ознакомимся с достопримечательностями этого, несомненно, привлекательного места. И первым в нашем обзоре будет памятник солдат России, который вобрал в себя образцы всех защитников Родины. Сегодня он наделен образом героев специальной военной операции. Монумент состоит из большого куба, облицованного гранитом, и символизирует наш мир. А рядом с ним установлена бронзовая фигура солдата высотой 4 метра. В правой руке он держит автомат Калашникова, а левой как бы оберегает куб. За спиной солдата на кубе нанесены надписи. Тем, кто погиб, тем, кто вернулся, тем, кто ждал. Ну а мы продолжим движение по бульвару. И следующим объектом, которому мы уделим внимание, будет светомузыкальный фонтан. Он имеет две чаши, квадратную и прямоугольную, в которых, соответственно, находятся 25 и 60 форсунок. Кроме этого, в нем имеются светодиодные светильники с изменением цвета и возможностью регулирования высоты струи воды. Этот фонтан был построен на месте более старого фонтана, который довольно долго находился в нерабочем состоянии. Сейчас это очень красивое место, привлекающее много взрослых и детей нашего города. Так, чтобы не усталевали. В Перми много памятников, которые являются архитектурным наследием прошлых лет. И один из них находится в сквере Советской Армии напротив Дома офицеров. Он возведен в память о воинах Уральского добровольческого танкового корпуса, который был сформирован в Пермском крае и внес большой вклад для победы в Великой Отечественной войне. Состоит памятник из трех элементов. Танка Т-34 на постаменте, стены с барельефом и стелы высотой 15 метров, на которой высечены слова. Вечная слава героям, воинам добровольческого танкового корпуса. А у подножия стелы в обрамлении чугунного венка и пятиконечной звезды зажжен вечный огонь. Давайте поклонимся мужеству наших бойцов, защищающих нашу страну в годы войны. И продолжим наш путь по бульвару. Проходя далее по аллее, с левой стороны мы видим еще один нерабочий фонтан, похожий по функционалу на предыдущий. Он сейчас находится на ремонте, но уже скоро также будет радовать прохожих красотой своих разноцветных струй. Двигаясь далее по бульвару, мы подходим к памятнику землякам, защитившим единство и суверенитет России. Монумент посвящен 20-летию трагических событий на Северном Кавказе с участием сотрудников силовых ведомств при Камье, когда в марте 2000 года в Чечне у хутора Джани Ведино попали в засаду и героически погибли сотрудники сводного отряда ГУВД Пермской области. Это был тяжелый конфликт, но русские и чеченцы нашли в себе силы, чтобы снова стать народами-братьями. Но нашей стране пришлось пережить еще немало военных конфликтов, и одной из самых кровопролитных была война в Афганистане. Много воинов полегло тогда в этой войне, много сыновей и мужей не дождались тогда домой матери и жены. И вот в Перми в 1994 году был установлен памятник воинам-афганцам под названием «Разорванное братство». Он представляет собой четыре чугунные фигуры воинов, которые потеряли своих товарищей. Под ногами воинов площадка, изображающая полуразрушенную воронку после взрыва. Постамент представляет собой пятиконечную бетонную плиту с облицовкой из красного гранита. В основании памятника находится большой круг, выложенный из обломков горных пород. Это место часто посещают действующие и бывшие военнослужащие в дни пограничника и ВДВ, а также при других воинских мероприятиях. И следующий мы посетим жанровую скульптуру памятник святому Петру и Февронии. Это православные святые, покровители любви, семьи и верности. Этот памятник был установлен в сквере, чтобы вдохнуть новую жизнь в традиционные семейные ценности, стать центром притяжения нашей молодежи и всех, кто видит в семье фундаментальную основу нашего общества. И последним в нашей прогулке мы посетим памятник воздушно-десантным войскам и их основателю, генералу армии, герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову, легендарному дяде Васе. Памятник представляет собой две фигуры солдат ВДВ. Первая в образе старшины, побывавшем в горячих точках, вторая символизирует молодого бойца. А на заднем плане из драпировки формируется рельеф бюста Василия Маргелова. Как многие отмечали, это получился самый необычный и оригинальный памятник ВДВ. Друзья мои, мы с вами прошлись по всему бульвару Советской Армии и посетили много памятников, находящихся на его территории. Добавлю еще, что на площади Карла Маркса, перед которой заканчивается бульвар, пройденный нами, сейчас идут работы по установке на ней огромной стелы под названием Пермь – город трудовой доблести. Так что это будет очередная достопримечательность нашего города. А я на этом буду заканчивать нашу прогулку. Жду ваших лайков и комментариев. Всех вам благ, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!